Одновленный будинок филармонии, обранный головной плясовкой в области для проведения финальных мероприемств у святкования 75-ти годов изволения Беларуси от немецко-фашистских захопников. 3 липня тут Гродзенца у гостей города ждет грандиозная концертная программа. Творческая задолженность лепших коллективов и техническая мощность новой концертной плясовки в тандеме обещают видовичную идею. Она же будет транслироваться в промым интернет-эфиры. Такие планы у шаргу инших были огучены на посаджение архкомитета по подрыхтулце до святкования знаковой падеи. В одном разе с традиционными на Гродзеншине будут реализованы великие культурные мероприемствы. Во всех районах в области до приклада зараз проводится акция «Военная агитбригада». До самого дня вызволения 3 липня тематичные концерты, творшие сустрычы, постановки организовываются во всех местышках и вёсках, где нет своих установок культуры. Основное святкование 75-ти годе вызволения Беларуси пройдет непосредственно 3 липня, что сделает этот день с оправдой грандиозной падеей для Гродзеншины. Мы сделаем ряд масштабных мероприятий в Гродненской области, которые пройдут в одно и то же время и будут иметь единый сценарий. В одно и то же время в 14 часов на каждой районной площади 75 пар станцуют вальс победы. Будут еще и другие мероприятия, например, в 18 часов такая концертная программа, которая будет объединять тоже единый сценарий. Безумовно у центра усих падей – шановные ветераны. Сгодно указа президента Беларуси, кожному з'иху особливую расистую обстановку, цитти по месту жихарства, будет урушена юбилейная медаль – 75 год вызволения Беларуси от немецко-фашистских захопников. Такую зногороду ближайшими днями отрымают фронтовики, партизаны и подпольщики Гродзенского региона. Ветераны, конечно, были и застаются центральными фигурами усих подрыхтовших работ до проведения 75-ти годы вызволения Беларуси. Приведены порядок все захоронения, сделаны материальные выплаты, прошли медосмотры участники ветеранов Великой Отечественной войны.